здравствуйте сегодняшней темой будет огородничество дело в том что такая форма как огородничество у нас существует и для нее принят отдельный федеральный закон номер 217 фз от 24 07 23 года были последние изменения у него вынесены сам же закона 29 07 17 номер 217 фз так вот данный федеральный закон устанавливает правило как должны огородники ввести свою деятельность в форме огородничества огородничество является юридическим лицом который создается для целей ну видимо возделывания огородов и существует определенные правила членства в огородничестве так огородничество принимает решение общим собранием о размерах членских взносов которые уплачивают с определенной периодичностью может месяц может быть полугодия может быть год соответственно вступая в огородничество члена принимает на себя эти правила в том числе и обязательства по плате членских взносов так вот единственным основанием которое предусмотрено законом для исключения из членов огородничества является неуплата членских взносов и вот таком исключении принимается решение общем собрании и огородник исключается в принципе если у огородника есть права на земельный участок то ему совершенно не обязательно быть членом огородничества а вот если он хочет влиять на судьбу всего огородничества своим голосом безусловно нужно объединяться для того чтобы огородничество могло представлять интересы в том числе его перед администрацией поставщиками всяких энергоресурсов типа электричества водоканалами и так далее поскольку территория огородничества так или иначе надо обустраивать электричество но является необходимой вещью уже имея электричество можно и воду добывать с теплом и огнем чтобы готовить греться там и и поливать свои огороды поэтому членство в огородничество является достаточно эффективной формой для решения своих общих целей огородников за счет членских взносов производится обустраивание территории но если они конечно достаточно большие покрытие административных расходов поскольку огородничество является юрлицом можно иметь юридический адрес ему нужно иметь счет это все требует денег обслуживания и так далее и более того кто-то должен вести бухгалтерский учет бухгалтер тоже надо платить деньги поэтому естественная форма существования это за счет огородников поскольку так по факту огородничество не может эффективно заниматься предпринимательской деятельностью самостоятельно зарабатывать денежные средства но есть только за счет продажи плодов огородников какой-то бизнес организовать вот соответственно у нас те отношения фактически формируются сами огородниками в сформированном виде они прописываются уставами общими собраниями решениями фиксируются какие-то дополнительные соглашения дополнительные правила и у нас есть обзор практики разрешения судами споров возникающих средств участия граждан в долевом строительстве он конечно не про огородников написан но в десятом пункте у нас речь идет о жска 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 нас схожая форма с огородниками тоже люди объединяются в определенное лицо и это объединение происходит с целью достижения какого-то полезного результата так вот для жска это строительство жилья а для огородников но видимо возделание плодов на своем огороде так вот в десятом пункте этого обзора у нас верховный суд называет отношение пальчиков и жска корпоративными на мой взгляд отношение огородников и огородничество тоже является корпоративным поскольку они регулируются фактически документами которые принимаются самими огородниками то есть принимаются корпорации и по правилам корпорации все в корпорации это и происходит поэтому когда огородник говорит что я не хочу платить членский взнос мне не нужно что платить то здесь ситуация совершенно просто ты считаешь себя огородником ты считаешь необходимым выполнять условия вступления в огородничество то есть когда ты вступаешь в огородничество ты автоматически принимаешь на себя условия существующие в этом огородничестве в том числе и уплату членских взносов уплата членских взносов это обязанность предусмотрена федеральным законом и в связи с не выполнением этой обязанности по 13 статье закона об огородничествах член огородничество может быть исключен по решению общего собрания из членов то есть но как бы либо ты выполняешь условия корпорации в которой участвуешь либо ты не выполняешь их и фактически приходишь к своему исключению в общем тема огородничество интересная и достаточно обширная я постарался коротко осветить основные положения законодательства на этом пока все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал а